Всем привет! Добро пожаловать на канал КАМАЗ МОА. Меня зовут Яна Сок, и давненько мы с вами не виделись. И у меня для вас огромные новости. Дело в том, что я принесла в этот мир потомство! Знакомьтесь, это мой сын Виталик. Или, как я его люблю называть, Виталенька. Также я его люблю называть Виталенька 3. Не буду говорить почему. Как вообще все это произошло? Как вы знаете, я провела некоторое количество новостей, выпусков. Мне работа эта очень нравилась. И вот после одного из рабочих дней я пошла с подругой в бар, выпила одно пиво, и меня начало тошнить. Я не понимала, в чем дело, потому что я иногда пью 10, и со мной ничего, я перехожу на крепкое. Но в этот раз все было совсем иначе. Я заподозрила, что что-то в этом не так, и сказала Сереже, это мой парень, если что. Он сразу же побежал в аптеку, купил мне три теста, я сделала их. Ни один из них не дал правильный результат. И на следующий день мы пошли в больницу. Сережа меня записал. Мы пришли к гинекологу. И УЗИ показало мне, что я на четвертом месяце беременности. Вот буквально в прошлом месяце на свет появилось вот это чудо. Да? Томаши. Да, да, да. Молодец. Молодец. И пока я сижу в декрете, я решила, что могу заняться какой-то такой блогерской жизнью. И поснимать какие-нибудь интересные видео для мамочек. Первая идея, которая мне пришла, как вы знаете, я люблю макияж. Это, конечно же, накрасить моего любимчика. Итак, в каком формате я хочу, чтобы это было видео? Я буду красить, немножко вам объяснять. Ну, вы знаете, вы смотрели все какие-то туториалы, если хотели учиться краситься. Поэтому я буду красить Виталика и иногда отвлекаться к вам. По-моему, все справедливо. Первым делом мы, конечно же, снимем этот шарфик. Нам он ни к чему. Виталик, тебе подушечку будет стелить, может? Ну, давай две. Я такая, я знаете, я щедрая мать в какой-то степени. Вот, и так, Виталик у нас лежит. Кожа у него чистая. Мы только что искупались. Мы все понимаем, что кожа должна быть подготовлена перед макияжем, чтобы сиять. И никаких шелушений и отложившегося сала у нас не было. Поэтому вот на нем детский крем. Все хорошо, все в порядке. Виталик, нормально садись. Дети, это совсем не просто. Как вам на первый взгляд может показаться. Снимаю часы, потому что время еще не детское. Итак, первым делом я, конечно же, сама красилась перед этим видео. И я думаю, что я своими же кистями могу накрасить Виталика. Своя же кровь, правда? Ничего инородного туда не могло попасть априори. Я взяла свою кисть для тона. Вот такую вот синтетическую. Возьму тот же самый тон, который использовала на себе. Это Сергей Наумов Т20. Так как у меня перчаточки, я буду наносить изначально его сюда. Нам не понадобится много. Личико маленькое. Личико комфортное. Приятное для работы. Так вот немножечко набираю и начинаю разносить. У Виталика уже есть кое-какие бровки. Не знаю, видно или нет. Так, похож на меня в детстве вылета. Я от Сережи нет вообще ничего, кроме вот этого рта открытого вечно. Терпеть не могу. Итак, какие мне вопросы больше всего задают насчет материнства? Ну, во-первых, есть ли материнский капитал за первого ребенка? Я отвечу, да, конечно же, есть. Есть государство, несмотря на все его плюсы и минусы, все-таки немножко заботится о нас. Но в каком размере, я не могу сказать, так как этим всем занимался Сережа. Ну, он, знаете, любит проводить время в интернете. Тем более он себе купил компьютер недавно за 300 тысяч. И из танков просто не вылезает. Я уже не знаю, откуда помощи ждать. Спасибо его маме за то, что помогает нам кое-как. Они все, вот эти все бабушки вам будут говорить, типа, ой, да, рожай внуков поскорее, да, давай. А как только ты решишь, там, не знаю, сходить на свидание в клуб или на какую-то вечеринку, просто, не знаю, знаете, день рождения, они такие, ой, мне не здоровиться. Ты принесешь мне эту ебаную заразу. Ну, конечно, я сижу дома, не вылазя, с коляской прогуляюсь 50 метров туда-сюда-обратно 5 раз, приду и принесу ей заразу. В общем, маразм. Хорошо, что моя живет далеко, и с ней таких скандалов не получится. Так, ну, несмотря на то, что кожа у нас детская, головка-то, оказывается, не такая уж и маленькая. Тем более у нас тут, знаете, никаких волос нет. Приходится какое-то продолжение искать. Вот, ну, смотрится все очень здорово, сияюще. Виталик, закрой глазик, пожалуйста, спасибо. Этот теперь. Молодец. Такой у меня хороший мальчик, мне кажется, в школе будет отличником. А в детском саду займет какое-нибудь первое место побегу. Только из детского садика не убегай. Хорошо? У меня есть свидетели. Следующий вопрос, который мне часто, чаще всего задают, это хотела ли ты вообще ребенка? Если честно. Любимый человек, общество вокруг, у меня, знаете, все говорили рожай. Ну, и я, в принципе, думала, ну, неплохо, заодно будет какая-то история. Могу уже, знаете, не только вести какие-то новости, а могу что-то свое, какой-то свой проект начать, вот. И поэтому я решила строить свой личный бренд. Так люблю своего сына. Вторым шагом мы пойдем к консилеру. Я люблю высветлять очень сильно свои светлые участки. Свою душу, к сожалению, не могу высветлить. Поэтому я использую белый консилер Kat Von D. Я наношу его обычно под глазки. У Виталика еще такое, типа, детское лицо. У него очень-очень впалые такие вот глаза. Видно, нет? Очень впалые, щечки очень большие. Вот, наношу его под глаза, вот на эту скуловую часть. И нам нужен какой-то контуринг. Это часть контуринга также. Не только замазание синячков, которых у Виталика, к счастью, пока нет. Носик у него очень маленький, курносый. Наберу чуть побольше и постараюсь прямую линию нарисовать. Виталик, не дергайся, давай, давай. Ой, как сложно. Геометрию я прогуливала в шараге. На лоб, над губкой, подбородок. Ну, а вот на эти части выпуквые я не собираюсь ничего наносить, потому что у моего малыша детская припухлость. Детские щечки. Поэтому, кто-то против, покиньте чат. Вот, и так как он у меня пока еще лысенький, волосиков там штучки 3-4, я могу продлить это вот сюда. Все, готово. У меня есть маленький бьюти-блендер, который для под глаз создан. Но, так как у меня теперь есть малыш, я буду разносить это бьюти-блендером. Начну с носика, потому что это самая такая деликатная, точечная работа. И дальше уже пойду по остальному. Но, Виталик, не кряхти. Все бывает в первый раз. Все очень хорошо тушуется. Еще раз повторяюсь, кожа нежная, детская. Все очень приятно и комфортно. Виталик наверх посмотри. Да, все прям, знаете, разносится, как по маслу. Потому что, повторяюсь, мы только что из ванночки вылезли. Чистенькие, комфортные. Скрабы нам еще никакого не надо. Сейчас его немножко отверну, потому что мне так удобнее. Все-таки макияж, ну, не должен качество страдать. Какие мне еще вопросы задавали? Как ты вообще умудряешься высыпаться? Знаете, тяжело. Дети орут. Дети просто кричат нон-стопом. Если это день, он бодрствует. Ему нужно куда-то девать энергию. Он орет. Ходить он еще не умеет. Слава Богу. Поэтому, знаете, лежачего Бог бережет. Поэтому никаких проблем с этим нет днем. Ну, я просто, знаете, стараюсь там в наушниках как-то ходить. Либо там дверь закрывать. Или что-то такое. Ночью. Просто, когда, если у вас есть детская, у меня есть, к счастью, детская. Просто уплотняете дверь. Побольше на нее такого звуковпитывающего материала берете. Не знаю, что в моем случае. Сережа всем занимается, как всегда. Берем шумоизоляцию и покрываем дверь. Закрываем. И спим ночь спокойно. Высыпаемся. Утром проснулись. Проверили ребенка. Все ли на месте. Все ли в порядке. Поменяли ему нижнее белье. И время завтракать. Вот такой вот у него персиковый лук. Теперь. Дальше я, конечно же, хочу это закрепить пудрой. Свою же, опять же, кисть беру. Так вот ее погружаю. И вперед на лицо. Знаете? Нет. Я привыкла эту пудру от Revolution White. Сыпать на руку и с руки уже напылять. И под глазами делать небольшой бейкинг. Так, насыпала пудру. И теперь ее нанесу под глаза в большем объеме. Чтобы в последующем наши тени там или что у нас будет не сыпались. Так, да. Виталик, закрой глаза. Вот так. Мамочка обо всем позаботится. Возвращаем перчатку на место. Сохраняем свой лук в ценности и сохранности. Так, что же у нас следующее? Ну, я буду повторять немножко свой макияж. Поэтому теперь у нас будет подложка под тени. Я сегодня, как видите, с фиолетовыми глазами. Поэтому Виталику я тоже хочу сделать такой эксперимент. Так, давай, ты ложись. Поближе давай. Но, чтобы зрителям было видно. Мы же не для себя это все устраиваем. Закрой глаза по-нормальному. Спасибо. Короче, беру капельку сюда на верхнее веко. И немножко продолжаю в сторону. Беру такую кисточку синтетическую и разношу. Следующий вопрос был. Когда бейбик на тебя отрыгивает? Как ты отстирываешь вещи? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, если это его какие-то первые дни, и он ест какую-то, знаете, такую, ну, вот эту несоленую, невкусную жижу, то она отстирывается даже руками. Хотя я такого не практикую. Сережек купил мне стиральную машинку, новую недавно. Так что бейби у нас такая не нуждается пока ни в чем. Но если хотите отправить ему какие-то подарки, игрушки, то, пожалуйста, пишите. После того, как я начала его, допустим, поить виноградным соком, который уже, знаете, немножко подкрашенный, это начало въедаться. Вот как вот эти тени пигментированы фиолетовым, вот так же это и остается на коже. И... Ой, не на коже, сори. На одежде и в таких случаях мне помогает либо сварить вещь целиком в кастрюле, либо замочить ее в доместасе. Потому что реально я не знаю, что за химию добавляют в этот виноградный сок, но ее ничем не выведешь. Даже с такой моей приятной стиральной машиной. Так мне немножко вот нужно вот так положить, чтобы мне было удобно тушевать. Следующий вопрос был в том, общаюсь ли я с какими-то другими мамочками? И мой ответ нет, потому что посмотрите на меня. И как только я выхожу с коляской, меня шарахаются, все думают, все смотрят на меня, как будто я своровала этого ребенка. И, в общем, у меня нет принятия с людей, каких-то мамочек в парке. Я в основном гуляю одна, в наушниках, и слушаю какую-нибудь приятную музыку. Мамочки, расскажите, где вы находите друзей, пока ваш ребенок пока еще не ходит с садик. Но я по этому поводу не расстраиваюсь. У меня такая философия. Все умрут, а я изумрут. Вот, наши тени готовы. О, мы стали еще более похожи. Супер! Мне очень нравится тушевка. На мне были тени. На Виталике все растушевалось и так хорошо, поэтому тени сверху я класть не буду. Перейду к черному карандашику. Нет, перейду, я положу ему под глазки синий. Такой же, как у меня. У меня есть там синий. Беру вот такую кисточку, маленький бочонок, я его ее назвала. И прямо, прямо вот так вот, без какой-то подложки, я ему накладываю синий тарик наверх. Также всех интересовал вопрос, как ты будешь его воспитывать? Будешь ли ты его воспитывать гендерно-нейтрально, или ты будешь его воспитывать как мальчика, кем он и родился? У меня ответ такой. Мне очень сложно воспитывать гендерно-нейтрального ребенка, потому что я вижу, мне его отдали с голубой повязочкой, и после этого у меня просто не вылазит с головы тот факт, что у меня мальчик. Поэтому я, конечно же, не буду навязывать ему никакие стереотипы о том, что там парни не плачут, или парни не красятся. Я назвала его Виталик, и я буду обращаться к нему, как он, пока он, возможно, сам что-то для себя не решит и не скажет. Дождемся того времени, когда он начнет говорить, и тогда я спрошу, what is your pronunciation? И буду ждать его ответа, конечно же. Я ему скажу, типа, ну, ты можешь подумать, я не давлю, но мне интересно знать, я хочу быть корректной матерью, а не какой-то пробледенью, невнимательной к своему ребенку, да? Тебе комфортно? А, ну, он пока не может говорить, поэтому ссорики. Всех, знаете, запутала только. Вы, возможно, подумали, что он сейчас скажет. Угу, или кивнет головой. Нет, он пока ничего не понимает. Даже мое имя короткое не может выговорить. Яну. Фамилию тоже. Виталий Сок. Красиво, правда? Так, следующий вопрос. Меня спрашивали, пила ли Ильку и курила ли ты во время беременности? Ну, судя по тому, как я открыл это видео, да, я пила. Я пила до четвертого месяца, пока мне не начало таксикоманить. Такси. Так, пока мне не начался таксикоз. И тогда я, конечно, перестала, но, знаете, типа Рец, он очень слабенький, и его можно было выпить. Но теперь, когда я кормлю грудью, я стараюсь так не делать. Вот, мы подтушевали глаза. Получается, не так аккуратно, как у меня. Но, знаете, типа, надо же, чтобы ребенку было комфортно. Я не хочу это, чтобы заняло полтора часа. Ему тоже там скоро спать. Вот, несмотря на какие-то мои пристрастия, Виталий, Виталий родился здоровым, живым, и очень даже симпатичным мальчиком. Пока, мальчиком, в будущем посмотрим. Супер! Мне очень нравится, и по кайфу. Что, теперь я возьму подводку, и нарисую ему похожие на линии, на те, которые есть у меня на лице. Так, Виталий, глазки закрывай. Так еще меня спрашивают, ты вообще считаешь свой возраст нормальным для рождения ребенка и ты была готова к этому? Я отвечу, что нет, я не была готова к этому. Свой возраст, ну, я не афиширую, поэтому не буду говорить и не буду никому давать, знаете, повода для сплетен. Я молода душой. Я могу полностью сказать, что я теперь готова к ребенку, когда у меня есть. Видите, я уже даже нахожу ему какие-то применения. Часть монетизации пойдет ему на его ресурсы какие-то. Ну, знаете, типа у детей очень много, они очень ресурсоемкие. Дети требуют очень много ресурсов, поэтому я не буду говорить, что я буду переводить деньги в благотворительность, потому что я не эксплуатирую ребенка. Мы, он моя коллега. Да, можешь открыть глаза, все хорошо. Надеюсь, тебе комфортно, малыш. Так тебя люблю, так уже тебя полюбила за это время. Надеюсь, мы в будущем подружимся, когда ты скажешь свою первую, первую, первая мама. Ну, я тебе сказал, Виталия, Виталенька, любимый, уже давно. Надеюсь, ты это все запомнишь. А потом посмотришь это видео и не подашь на лишение родительских прав. Так вот, нарисовала свои первые стрелочки. А то ближе. Вообще, fabulous, famous. Настоящая рок-звезда. Твои стрелочки мне даются легче. Не буду сильно стараться, как бы, ну, правда, чтобы не утомлять ребенка. Вот, теперь рисую нижние тоже эти стрелочки. Вау, мы просто команда мечты. Тогда подними ручку. Yes, yes. Такой он у меня, Дуолингва. Так, хочу сразу ему нарисовать бровки, такие же, как у меня, ну, либо похожие. Набираю на карандаш у меня от Vivienne Sabo. Набираю на такую плоскую, тонкую кисть синтетическую. И рисую. Получается не так тонко, как у меня. Ну, в масштабе это не так смотрится. Поэтому не обессудьте. Все-таки детское лицо. Все-таки масштаб такой, знаете, не один к одному. А я даже не могу посчитать, сколько к и скольким. Вот такие карандашные бровки у нас получились. Вау, прям лучшая парочка на свете. Так, что у нас осталось? У нас остался контуринг. Мы берем, у меня вот такая палетка. Просто моя классика. Я сегодня такая вся в розовом персике. Ой, просто в розовом. Я не буду Виталику делать свой хардкор, но смешаю все равно эти два цвета. Обручку их потыкаю. То есть обрывку. И сделаю ему легкий контуринг. Я не хочу утяжелять детское невинное лицо. И у меня два в одном. Румяна, контур. Все, одно и то, блядь, отвлеклась. Так приятно, что я могу пока еще материться при моем малыше. Потому что он ни слова не может повторить. Иначе, мне кажется, у меня обрисовал какой-то международный скандал детский. Как скандал Алсу на детском Евровидении. Ну, на носик я ему не буду делать контуринг. Я поделаю, типа, вот так вот просто разнесу. Лоб я тоже трогать не буду, в отличие от своего. Потому что вас в конце видео ждет сюрприз. Так, что-то я хайлайтера с собой не притащила. Но у меня есть вот такой вот красивый цвет. Вот Анастасии. И я его бахну на скулы. Потому что он такой холодный розовый. И нам идеально впишется. Очень красивое, бэйби. Сама себя не похвалишь. Плод, свой плод не похвалишь. Останешься ни с чем. Так, макияж почти закончен. Нам остались реснички и губки. Так, Виталик, пока посиди в камеру и лицо. Пока мама на реснички нанесет клей. Как мы это смывать все будем, я не знаю. В качестве помадки я возьму такую же, как у меня. Это Иломаска в цвете пастюре. Это, наверное, не так произносится. Но я не гуглила, не выучила. И сначала я просто нанесу ее на губки. На верхнюю, на нижнюю. И теперь возьму кисточку для губ. И нежно, по-матерински, распределю помаду по устам моего чада. Ну, на его детских губках она ложится так полупрозрачно. Потому что, вы знаете, детей, они постоянно... Поэтому не судите строго. Я любила и люблю. Не очень на меня похоже. Ладно. Единственный... Единственный твой недостаток за сегодня. Так, не показывай никому. Там ничего лишнего. Вот. И что у нас реснички подсыхают? Я думаю, мы сейчас тебе наклеим. Ты полежишь закрытыми глазками. Хорошо? Это у нас... На правый глазик. Ой, на левый. Лежи, не открывай. Закрой второй глаз. Что тебе так любопытно? Все, давай. Поставь, что ты на спа. Так, все приклеила. Ждем. Совсем забыла. У меня же есть свои Beauty Marks. Поэтому ставим точечки. Итак, у меня одна стоит на правой щеке. Где твоя правая щека? Не открывай. А вторая у меня находится под левой губой. Ой, слева от губы. Так, все. Давай, подсыхай. Ох уж эти дети. Как ни крути, все равно это наши лучшие цветы. Цветов не посадишь, кошку за пузико не погладишь. Ой, что я тебе щекочу? Сейчас начнешь глаза открывать. Ни с того, ни с сего. Так, ну и пока Виталик чилится с завязанными глазами. Я приготовила для него такой детский мини-паричок. Продается в специальных, специализированных детских магазинах париков. Вот. Он открыл глаза. Но реснички на месте. Вот. И надеваем, конечно же, шапочку. Сейчас же осень. И никто не хочет простудиться. Итак, вы готовы к финальному выходу Виталика? Та-дам! Ну просто одно лицо. Я бы спросила, как ему, но мы не дождемся ответа. Мне кажется, получилось очень идентично и красиво. Пирсинг ему, конечно, делать рано. Сделаем месяцы на третьем. Если доктор разрешит, может быть, в скором, в ближайшем времени. Надеюсь, вам понравилось это видео. Так, Виталик, сейчас положу его. Хотя нет, сиди со мной. Наша сочная семья. Надеется, что вам понравилось это видео. Было познавательным. Вы узнали что-то новое о материнстве. И о том, как быть сыном такой сочной матери. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение. Это всегда очень интересно. Стоит ли нам продолжать развивать наш бренд. И ждите меня в новых выпусках новостей, если я уйду из декрета. Поэтому всех целую. Всех люблю. И теперь вам двойной.